Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я приветствую всех, кто интересуется методикой преподавания изобразительного искусства в школе и повышает свой профессиональный уровень. Сегодняшний наш разговор пойдет о потенциале творческих тетрадей изобразительного искусства, издательства, просвещения для составления контрольно-измерительных материалов. Как известно, наше издательство выпускает две линейки изобразительного искусства. Это линейка под редакцией Тамары Яковлевны Шпикаловой и линейка под редакцией Бориса Михайловича Леменского. На этом слайде вы видите творческие рабочие тетради этих линеек. И вот на основании этих тетрадей мы сегодня выстроим наш разговор. Итак, хочу сказать, что фонд оценочных средств, КИМ или контрольно-измерительные материалы, они являются структурным элементом фонда оценочных средств. И каждая школа имеет этот фонд оценочных средств по своему предмету. И вот структурной единицей вот этих оценочных средств является и контрольно-измерительные материалы. Это все существующие формы контрольных педагогических материалов, которые использует преподаватель, учитель для самостоятельной работы обучающихся, самоконтроля и, конечно же, основного контроля в процессе обучения. Надо сказать, что контрольно-измерительные материалы в самом даже своем названии говорят нам о своей функции. Первая функция, конечно же, это контроль. Контроль, и вам известный, просто стоит повторить, потому что если мы говорим об контроле, то это текущий промежуточный итоговый. И этот контроль мы осуществляем с помощью определенных материалов, заданий, разных форм этих заданий, устных ли, письменных ли и так далее. Или с помощью каких-то технологических средств. И, конечно же, осуществляется текущий контроль конкретизируемым результатом обучения по теме, по разделу. То есть это вот такой маленький промежуток, но мы все равно контролируем освоение учебного материала. Дальше, если мы говорим о промежуточном, это обобщенные результаты обучения по какому-то периоду, по четверти, например. Вот. И, конечно же, итоговый, когда мы подводим итог, обобщающий результат обучения по своему предмету в течение года. И, конечно, мы создаем вот эти всякие материалы, с помощью которых мы можем контролировать, да, вот эту форму текущего промежуточного или итогового контроля осуществлять. И измерять, конечно же. А измерять мы можем знания, умения, которые оцениваны по пятибалльной системе. Вот, в общем-то, что заложено в этом понимании контрольно-измерительных материалов. О косах, то есть об контрольно-оценочных средствах мы сегодня говорить не будем. Только контрольно-измерительные материалы. И, конечно же, понятно, что исполнителем разработки контрольно-измерительных материалов является учитель, который отвечает за качество, за оформление, за обновление, за содержание материала, затем за актуализацию, да, к новому учебному году. И, конечно же, необходимость соответствия образовательным технологиям, да. И вот сегодняшний наш разговор я хочу и посвятить некоторым моментам, вот, в области образовательных технологий, потому что вам предстоит обновить и актуализировать компоненты ФОС, да, фонда оценочных средств по своему предмету. А обновить или составить контрольно-измерительные материалы можно, используя содержание, вот, творческих тетрадей и возможностей компьютерных программ. Ну, обо всем по порядку. Итак, посмотрите, пожалуйста, мы встречаем в творческих рабочих тетрадях вот такой контрольно-измерительный материал, как кроссфорд. Не каждый знает, что русскоязычный кроссфорд появился в Берлине в 1925 году и разработал его Владимир Набоков. Им же и было предложено название этой форме, да, он назвал ее «Крестословица». Ну, а в полном понимании это, конечно же, головоломка, игра, состоящая в разгадывании слов, по определениям ответ вписывается в сетку кроссфорда. Вот такой формы, да, мы можем, вот такую форму контрольно-измерительного материала мы можем встретить в рабочих тетрадях. Но хочу отметить, что мы можем использовать на основе этого, да, еще и свои собственные разработанные контрольно-измерительные материалы. Ну, например, как «Фулворд», «Филворд», «Ребус» и «Кругограмм». Я уверена, что каждый из вас когда-либо использовал такие материалы и, конечно же, может их разработать и самостоятельно. Тем более, что, вот, например, «Ребус», «Загадка», в которой разгадываются слова с помощью или в виде их рисунков, сочетающихся с буквами, цифрами и другими элементами. И надо сказать, что в пространстве интернет-ресурсов есть специальный «Ребус-генератор», да, которым можно воспользоваться. Главное – подобрать слова по теме урока, загрузить в этот онлайн-генератор «Ребусов» и затем просто вырезать вот необходимый «Ребус» для вашей работы и применить в любом материале или в начале урока, как это обычно мы делаем, когда мотивируем ребенка. Но при этом еще плюс проверить определенные знания. А мы же с вами понимаем, что задания должны быть интересными, да. Итак, вернусь к филворду. Это венгерский проспорт. Вы видите, что поле заполнено буквами. И задача из всей комбинации букв – найти слова, относящиеся или имеющие какое-то определение к вашему уроку или о соответствующей теме урока. И, конечно же, обучающимся это тоже очень интересно, находить вот эти вот слова по той или иной теме. А вот эти слова, которые мы можем зашифровать вот в этот филворд, мы, естественно, можем взять, ну, как и из учебника, так и из рабочей тетради, потому что они встречаются там без конца. Это и профессиональные, и какие-то научные слова. Это и технические слова, то есть как выполнять ту или иную технику изображения. То есть вот весь вот этот материал, главное иметь форму, да, вот как этот филворд. А содержание мы можем черпать из рабочей тетради. И вот эта кругограмма, когда зашифровывается слово, да, раздельными буквами, и вот соединяя прямыми линиями, можно прочитать это слово. Ну, тоже можно дать как найти термин к определению, да. Вот тут вот вы видите, конечно же, что это графика. Или наоборот, то есть вот каким-то просто вот зашифрованное слово, например, сказать, что это вид изобразительного искусства. И обучающиеся могут его вот с помощью вот этих вспомогательных линий или же образно, да, следя за передвижением букв, догадываться о слове. Так, следующий шаг, который я предлагаю вам сделать, это создать контрольно-измерительные материалы, вот, значит, в кросс-форда, а вот с помощью технологических карт будет у нас две сегодня вот темы, которые мы можем осуществить на основе этих технологических карт. Это своего рода мини-проект, который вы можете запустить с детьми и вот создать, например, мини-проект, кросс-форд по определенной теме, да, или разделу учебники, да, или какую-то тему изучили, или целую четверть, да, и вот составить по итогам этой четверти, как промежуточный контроль, да, вот данная задача. И обучающиеся получают от вас технологическую карту, в которой вы по пунктам определили, что им нужно сделать. Изучить материалы, значит, тексты по заданной теме, то есть выдаёте им определенный объем материала. Вы говорите о том, что нужно составить список, не менее стольких-то ключевых терминов изучаемого материала и так далее. Дальше составить вопросы, начертить сетку кросс-форда. Вот каждый шаг вот в этой технологической карте они должны соответственно выполнять. И, конечно же, чтобы это имело форму проекта, ну, пусть и мини-проекта, вы должны представить требования к оформлению. И вы вот это вот требование увидите, да, когда скачаете данную презентацию, подробнее будете её рассматривать. Однако там титульный лист, сетка кросс-форда, вопросы, ответы и так далее. То есть вот я думаю, что особенно обучающие шестого, седьмого класса, а восьмого особенно, если вы преподаете в этой параллели, они способны выполнить вот такие контрольно-измерительные материалы, которые будут находиться в вашем фонде методическом контрольном. А также вы можете этот материал представить и для завучи, для заместителя-директора, у которого хранятся все ваши планирования, ОНК и так далее. То есть это вот форма контрольно-измерительного материала, которая может войти в фонд оценочных средств. Далее. Переходим к другому контрольно-измерительному материалу, такой как тест. Тест – это система стандартизированных заданий, направленных на проверку уровня освоения теоретических или практических знаний материала по вашему предмету. И вот в рабочих тетрадях мы очень часто встречаем вот такого плана тестов, как, например, соответствие множества. Вот вы видите, соединить, написать, да, вот какой вид народного искусства, да, мы видим, и вот вписать в свободные поля. Дальше. Можно встретить описание того или иного промысла, какими цветами пользуются те или иные художники и мастера, когда расписывают данные произведения народного промысла по Майдану, да. И вот надо попробовать поступить так, чтобы вот это содержание тетрадей можно было перенести в текст, в тест и оформить с каким-либо тренажером. Потому что тренажер – это техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретения учащихся знаний и умений. Это на самом деле очень интересно, когда мы используем в своей работе, особенно в контроле измерений, информационно-коммуникативные технологии, да, вот, допустим, так. И самой яркой и удобной программой для нас с вами, конечно же, является Powerpoint. Оказывается, что в этой программе можно совершать просто чудеса. И вот об этих небольших чудесах, которые можно использовать и применять в контрольно-измерительных материалах, я вам сегодня и расскажу. Ну, вот первое, что можно сделать. Итак, мы с вами встречаем на страницах рабочих тетрадей или творческих тетрадей, ну, в данном случае вы видите разворот четвертого класса, да, когда мы говорим об искусстве народов Европы, об архитектуре, об орнаментах и так далее. Это по программе Бориса Михайловича Неменского. И вот посмотрите, как отдельно выстроены изображения, вот эти силуэтные изображения. Во-первых, по силуэтам можно узнать, в каком периоду или в каком государстве, да, европейскому, относится стальная архитектура. Затем можно соотнести, как и говорится в тетради, соотнести образ человека с тем архитектурным сооружением, да, вот, которым оно соответствует. То есть это вот соответствие множества. И если мы наложим такую анимацию, как передвижение, то когда мы высвечиваем вот этот контроль на доске, этот слайд, то обучающиеся могут говорить о том, что вот данный образ человека может соответствовать, вот, например, китаец может соответствовать, или японец может соответствовать пагоде. И мы с вами кликом на данный образ, на этот рисунок, демонстрируем, верно он ответил или нет. Это вот эта анимация, которая накладывается в Powerpoint, в этой программе она есть, и ребята убеждаются, что движение этой фигурки происходит именно в направлении того архитектурного сооружения. Я повторюсь, что когда вы скачаете данную презентацию, вся анимация будет вам доступна, и вы можете еще раз более детально рассмотреть вот все изображения и все приемы, которые я здесь заключила. Итак, вот соответствие множеств. Это тоже контрольно-измерительный материал в виде теста. Следующее. Тут я обращаю ваше внимание на материалы, которые включены в творческие тетради Тамары Яковлевны Шапикаловой. Здесь разворот тетрадки третьего класса и шестого, потому что есть... Мы же знаем, что наши темы идут по углубленному содержанию, в концентре. То есть сначала мы едва коснулись этой темы, а потом более глубоко, да еще рассматриваем все эти мотивы, там, например, цветы в декоративно-прикладном искусстве, в народном искусстве и в творчестве академических художников, профессиональных художников. Но чем хороши вот в тетради Тамары Яковлевны Шапикаловой тем, что можно выбрать каждый фрагмент, не надо искать в интернете. Можно взять вот эти вот фрагменты, которые заключены в рабочей тетради, там они уже и есть. Вот эта последовательность выполнения послойной росписи, да, жестого, потом вот эти элементы роз разного цвета, ну, цветов разного цвета, листиков. И вот, воспользовавшись вот этим материалом, можно сложить вот следующий такой вот тренажер. Он может выглядеть так. Перед тобой этапы жестовости кистевой послойной росписи. Определи этапы замалевок и чертежка. То есть из всех вот этих элементов нужно выбрать только два. В итоге получается шесть открытых полей. А что там, вот, за этим полем? Как обучающийся может понять, прав он или не прав? Для этого следующий слайд, который я вам продемонстрирую. Посмотрите, пожалуйста. Вот таким образом строится этот слайд для того, чтобы обучающие смогли понимать, правильно ли они отвечают на вопрос или неправильно. Для этого мы используем прием анимации исчезновения. Затем план это перемещение на первый план, на задний план и триггер. Итак, мы сначала с вами выбираем фигурку, да. Вот, например, фигура круга. Ее закрываем изображением вот этапа из росписи. Вот, например, чертежкой, да. Мы закрыли, и мы понимаем, что это правильный ответ, но накладываем анимацию исчезновения. И тогда, когда по клику мы касаемся этой картинки, она исчезает, и у нас появляется кружок красного или зеленого цвета, который говорит нам, правильно мы ответили на вопрос или неправильно. И получается, что сначала мы изображаем кружок, на него мы накладываем изображение, которое мы должны определить, а затем наложить анимацию исчезновения, чтобы это изображение исчезло, и вот этот кружок красный или зеленый появился. Затем мы на эту анимацию накладываем триггер, то есть это щелчок. То есть вот чтобы мы коснулись этой картинки, она исчезла. Вот только для этого. И мы могли бы увидеть, правильно мы ответили на вопрос или неправильно. Хочу сказать, что к сегодняшнему вебинару у вас есть материал, который вы можете скачать для своего пользования. И вот этот прием теста в этом материале очень хорошо раскрыт. Вы можете его уже использовать как готовый тест для своей работы. А можете его еще и усовершенствовать. Это уже на ваше усмотрение, что вы можете с этим делать. Итак, далее. Хочу отметить, что для составления разных тестов и контрольно-измерительных материалов в программах, офисных программах, которые уже загружены на компьютер, есть уже готовые шаблоны. Вот в данном случае на моем компьютере есть вот такой шаблон, который можно использовать для создания каких-либо тоже контрольно-измерительных материалов. Как его найти? Вот шаги поиска я вам изобразила. Сначала вы попадаете в файл, там находите кнопку «Создать». «Создать» вы набираете слово «образование», и вот там вам выскакивают несколько видов, и вы выбираете тест. И перед вами появляются разные наборы вот таких вот программ, шаблонов, в которые вы можете заполнять своими материалами. Но я думаю, что каждому из нас, это же всегда одно и то же, но каждому из нас хотелось бы создать что-то свое. И вот сейчас я объясню вам, как можно создать очень простой шаблон, который поможет вам выполнять тесты открытого типа. Ну, допустим, дополнить определение, дополнить предложение пропущенным словом и так далее. Итак, для этого мы берем с вами страничку, да, PowerPoint-а, и загруженную уже в программу форм мы выбираем с вами фигуру. Вот в данном случае я выбрала 4 прямоугольника, разместила их на страничке. Затем мне необходимо наложить на них анимацию. А для этого я делаю области выделения. Вы видите в красной рамочке, да, на главной панели управления. Дальше открывается область выделения для того, чтобы я четко представляла себе, на какой прямоугольник я накладываю ту или иную анимацию. Итак, дальше я накладываю анимацию цвет заливки. То есть я хочу изменить цвет заливки. Если правильный ответ, это будет зеленый цвет. Если неправильный, красный. Затем к каждому элементу я добавляю триггер и время. Триггер – это клик, да, по этому прямоугольничку. И в конечном итоге время, оно должно быть недолгим, ну, несколько долей секунды для того, чтобы вот этот прямоугольник мог изменить свой цвет. А затем я дублирую этот слайд несколько раз. Вот сколько у меня вопросов, да, например. Столько я и сделала слайдов. А зачем? А вот теперь посмотрите, пожалуйста. Да, вот так будет выглядеть уже открытые прямоугольники, да, с правильным ответом и неправильным ответом. А вот что дальше? Оказывается, вот эти все прямоугольнички я могу передвигать по этому полю как угодно. Менять их местами, выстраивать в ряд, делать в шахматном порядке, как угодно. И вот оставшееся поле заполнять, ну, например, ребусом каким-то или же загадками из рабочей тетради. И в вот эти квадратики написать ответы. И вот обучающиеся должны, например, угадать, что зашифровано вот за этим ребусом, да, или какая отгадка соответствует той или иной загадке. И кликая по вот этим прямоугольничкам, обучающиеся понимают, правильно они сделали или неправильно. То есть правильно они догадались или неправильно. Итак, то есть вот эти прямоугольники можно передвигать как угодно по пространству риска. Дальше. Вот теперь давайте попробуем посмотреть, как можно применить данный шаблон к изобразительному искусству. В тетрадях изобразительного искусства в паблицах Центра Михайловича Неменского в шестом классе есть очень много тестов открытого типа, где обучающиеся должны вписывать слова. И еще есть словари в рабочих тетрадях, где вот термин и его определение. И мы прекрасно знаем, как мы можем поменять это местами, да, сделать термины определения вопросами для обучающихся. И вот сейчас мы, я это вам продемонстрирую. Вот, к примеру, да, я сделала тоже все то же самое, что и на первом слайде, когда создавала этот шаблон. В названии к слайду я написала определение их тетрадей. То есть жилопись, график, скульптура – это виды, искусство. Вставить пропущенное слово. Оформила, да, этот слайд. И обучающийся должен определиться для себя. И тот, кто знает, он без определения сразу кликнет на квадратик со словом изобразительного. А кто-то будет на визуального, печатного или декоративного. И эти все прямоугольнички будут окрашиваться в красный цвет, потому что это неверно. А верно, конечно же, живопись, график и скульптура – это виды изобразительного искусства. Вот такой простой шаблончик, но очень действенно, интерактивно может работать в нашей педагогической деятельности для организации контроля обучающихся. Итак, вот, извините, верну вас назад. Вот к этому слайду, да, потому что по двум изображениям я поговорила, а вот в шестом классе, когда мы опять говорим об исторических картин, об библейских сюжетах, бытовом жанре, да, мы встречаем изображения, иллюстрации, да, картин. И вот здесь присутствуют вопросы, ну, например, назови картину, назови автора, какой жанр располнения и так далее. И вот сейчас более сложная форма, которую можно использовать для контрольно-измерительного материала. Я перехожу к следующему слайду. Вот здесь я задаю вопрос обучающимся, определи картину по ее фрагментам, более сложную, конечно же, как бы высокий уровень, да, можно сказать, и назови жанр, в котором она написана. Вот так выглядит мой слайд. Здесь один правильный ответ и два неверных ответа. Следовательно, к этому слайду я должна добавить еще три слайда. Два с неправильным ответом и один с правильным. И это как раз и есть, вот, впоследствии, вот, вы можете сейчас увидеть. Итак, если обучающийся кликает на репин, бурлаки, навонги, он попадает на неправильный ответ, возвращается назад к этому вопросу. Если на Суриков, Бояр, Аня, Морозов, он тоже возвращается опять, потому что это неверно. И только когда он нажмет на Иванов, явление христа народа, он попадает на слайд в правильном ответе. Как это делается? Итак, вот первый слайд моего теста. Второй слайд, посмотрите-ка. Попадаю на Суриков, Бояр, Аня, Морозова. Неверно, подумай еще. И стрелочка назад. Я возвращаюсь на слайд с вопросом. Следующий. Опять неверно. Подумай еще раз. У меня три варианта ответа. И опять возвращаюсь на слайд с вопросом. И вот только тогда, когда обучающийся кликает на Иванов, явление христа народа, он попадает на слайд с верным ответом, где вы здесь можете добавить какой-то факт из истории создания этой картины. И обязательно выделить прямоугольничками, квадратами те места, которые вы выделили на слайде с вопросом, чтобы они точно видели, что именно к этому произведению относятся те фрагменты, и что это именно творение Иванова и картина «Явление Христомар». Итак, как это делается? Вот сейчас, да, и это был тест, который называется «Выбор из множества одного ответа». Есть и вот такой тест, который тоже можно сделать в PowerPoint, который называется «Альтернативный ответ». Альтернативный ответ – это верно, неверно, это да или нет, это правильно или неправильно. То есть два ответа. Следовательно, к этому слайду будут последовательно прикреплены два слайда, где будет верный ответ и неверный ответ. Ну, например, смотрите, да, если я попадаю на неверно, у меня есть вот такая анимация «Подумай еще», и кнопочка, которая возвращает меня назад. Дальше. И верный ответ, да, то есть действительно это картина Репина, «Бурлаки на Волге», и вот в квадратах выделены те фрагменты, которые были на главном слайде. То есть правда ли это или неправда? Это оказывается действительно правда, а не так сразу и поймешь, да? Удивительно, когда смотришь на эти фрагменты, кажется, что это вовсе не из этой картины, да, произведения. Итак, как это делается? Все, все эти тесты мы выполняем с помощью двух действий всего лишь. Это вставка и действие. На панели управления есть управление вставка. Вот перед вами этот я выделила в квадратике. Когда мы кликаем на управление вставка, здесь появляются инструменты, и мы выбираем с вами инструмент действия. Он тоже вот здесь в квадратике, вы его видите. Что происходит дальше? Дальше мы берем с вами тот основной слайд. Мы же ведь уже создали, да, к нему основной слайд и три дополнительных, где у нас два неправильных и один правильный ответ. Мы выполняем действия. Мы выделяем с вами неправильный ответ. Затем в настройки действий переходим по гиперссылке, ищем слайд, да, вот по стрелочкам мы это видим. Затем среди представленных вариантов мы находим тот слайд, который говорит нам о том, что бурлаки на Волге – это неверный ответ, и переводим это название. Вот кликаем на третий слайд, чтобы при гиперссылке, когда обучающийся нажимает на Репина, да, бурлаки на Волге, он попадает на слайд с неверным ответом. И делаем окей, и значит, вот эта анимация или вот эта вот гиперссылка, которая необходима для выполнения этой работы, у нас зафиксировалась. Затем, как я делаю активную кнопку, чтобы она возвращала меня назад, да, к начальному вопросу. Я выбираю, опять же, из панели управления уже заложенные фигуры. Вот в данном случае выбрала стрелку, выделяю ее, и накладываю на нее, вот активацию произвожу двумя способами. Первый способ простой. Когда я выделяю вот эту стрелочку, правой кнопкой мыши кликаю, у меня появляется табличка, где написано «Гиперссылка». И я кликаю на эту гиперссылку и, значит, выбираю слайд к началу вопроса, да, вот именно к тому вопросу, вернее, к тому слайду, где у меня зафиксирован вопрос. Чтобы ребенок вернулся к нему и снова, как бы, подумал. И второй вариант, вот этот вот долгий, да, который помогает нам, ну, более, ну, как, вы знаете, долгий путь. Ну, вот объясню, когда вы идете куда-нибудь, да, и не одна идете или не один идете, вас ведут, то вы, кажется, помните дорогу или не помните дорогу, а вот вас попросят потом одному вернуться назад, вот уже тогда вы дорогу точно узнаете. Поэтому здесь вы, опять же, тем приемом настройки действий, ищите тот слайд с вопросом и, как бы, кликаете мышкой именно на этот слайд и делаете окей, чтобы эта гиперссылка производилась вот с этой кнопки уже на начало вопроса. Далее. Далее. Хочу сказать, что вот такие вот способы создания контрольно-измерительных материалов заложены во всех тетрадях ОМК и Бориса Михайловича Неменского и Тамары Яковлевны Штыкаловым. Вот посмотрите, пожалуйста, на разворот в шестом классе, да, есть вот такое задание, где нужно определить, да, страну, где зародился внутренний морд. А что бы нам не сделать вот это задание в виде какого-либо вот интерактивного тренажера, да, где бы обучающиеся могли вот с помощью программы это все узнавать, да. Это было бы интересно, конечно, на мой взгляд, я так думаю. Итак, хочу отметить, что потенциал для создания контрольно-измерительных материалов есть и в седьмом классе, мы же не можем обойти, тем более, что там очень много, что связано с компьютерными технологиями, да, когда говорим о дизайне. И хочу сказать, что, ну, к примеру, мы видим в тетради определение инсталляции, да, композиции, созданные из различных готовых материалов, форм, там, промышленных, бытовых, предметов природных, фрагмент текстовой и визуальной информации, вступая в необычные комбинации, вещь, значит, способна, там, говорить о чем-то, да, функцию символическую она может нести. И вот мы уже прочли это определение, но мы же с вами можем повернуть назад, то есть композиции, созданные из различных готовых материалов, форм, перечисляем, называется, сделали многоточие, и далее выбор, ну, например, из, ну, из четырех, да, выбрать два, или из четырех выбрать один, ну, как угодно. Инсталляции или коллаж, допустим, естественно, это инсталляция, коллаж – это так, путанное слово, да, чтобы запутать немножечко обучающиеся. И вообще можно туда и там, и аппликацию, допустим, добавить, и ассамбляж добавить, то есть вот выбрать один из трех, да, или из четырех. Вот я думаю, что можно и там. Или множественный выбор, когда мы говорим об основных элементах архитектурных сооружений, вот они здесь представлены на развороте, а мы их можем выделить, да, вырезать и создать вот какой-либо интерактивный тест с тем приемом, который я вам сегодня продемонстрировала. Дальше. Хочу еще отметить, что вот обучающиеся седьмого и восьмого класса способны сделать самостоятельные разные виды тестов. Вот, использую, опять же, творческие тетради и вот компьютерные технологии, в данном случае программу Powerpoint. И если вы этого, конечно, захотите, потому что вы можете сделать опять им задание для проекта. Вот, к примеру, задание для проекта, они могут сделать тест. И вот технологическая карта для разработки теста. Ну, очень хорошо, что вы знаете программу Powerpoint, и вы можете их наводить на какую-то, на путь, который они должны осуществить в этом. То есть как сделать гиперссылки. Иногда, конечно, обучающиеся бывают в этом продвинутые, продвинутые нас, да, с вами. И они могут так усовершенствовать вам любой тест. Но самое главное, что и вы в этом разбираетесь. И вот вы демонстрируете или даете им технологическую карту изучить материалы учебного текста по заданной теме, ознакомиться с типами, видами тестов, значит, составить не менее, там, скольких заданий, не используя представленные типы и виды. Зандания должны быть вот как сформулированы. И там не стоит писать в виде вопроса и так далее. И вот тема может быть любая. Вот в данном случае я представила вам развороты из тетрадей Тамар Яковлевна Шпикала Борис Михайловича Неменского по оружию русских богатырей, там, витязей и так далее. И обучающиеся могут разную форму вот этих тестов вам разработать. Самое главное, просто вот предложить им это как в виде мини-проекта, опять же. Итак, хочу сказать, да, вот в завершении, да, нашей сегодняшней встречи, что у нас на сайте нашего издательства есть страничка изобразительного искусства. Вот я для вас поместила сюда ссылку. Дело в том, что по этой ссылке вы перейдете в рубрику «Творческая прогулка» и в творчество «Художественная галерея». Дело в том, что там вы познакомитесь с мастер-классами, как вот нарисовать нитью бабочку, как нарисовать букет. А в художественной галерее представлены работы обучающихся школ Москвы и России. И если вы хотите, чтобы работа вашего ученика была в этой галерее, то я предлагаю вам присылать ее фотографию, название, имя ученика и так далее. То есть вот там вы все узнаете, как это сделать. Самое главное – посещайте нашу страничку на сайте издательства просвещения. Там очень много любопытной и полезной информации. Там много есть информации о новинках, которые вышли в нашем издательстве. Вот, например, как новинка по учебное пособие по живописи и рисунку авторов Ловцовой, Корнеева и Горчакова. То есть вы можете там увидеть еще очень много чего интересного для своей работы. Ну что же, я благодарю вас за внимание, желаю вам творческих успехов и, конечно же, удачной подготовки к новому учебному году. До свидания.